Ну и собственно, войны это всегда разрушение и смерть. Руины, в которые сейчас превращаются украинские города, во время Второй мировой войны довелось видеть и Варшаве, столице Польши. О том, как жители города воскресили свой родной дом, в нашем следующем сюжете. Это самая популярная и узнаваемая площадь Варшавы – замковая. Здесь кипит жизнь, местные жители назначают встречи, а туристические гиды толпами водят туристов. А это та же площадь в 1945 году после освобождения от нацистов. Таких площадей и улиц в Варшаве абсолютное большинство. Исторический район Варшавы, Старовку, стерла с лица земли немецкая Люфтваффе. Историк искусства и архитектуры Эльжбета Заторовская рассказывает, что в старом городе из 260 зданий выстояло только шесть. Мы сейчас на одной из улиц старого города Варшавы – пивной. И все то, что мы видим, было полностью разрушено. Во время варшавского восстания против нацистской Германии в 1944 году, которое длилось 63 дня, немцы сравняли Варшаву и в частности район старого города с землей. Остались только руины. Около полутора миллиона жителей города были насильно высланы. Те, кто остался, умирали от голода и холода. А немецкие солдаты систематически разрушали дом за домом. Авиация бомбила и жилые дома, и исторические памятники. На центральной площади города, замковой, в руинах лежали королевский замок и символ Варшавы – колонна короля Сигизмунда III. Находимся возле разбитой на четыре части колонны, которая до 1944 года была подставкой под памятником польского короля Сигизмунда. От взрывной волны колонна упала. А вот это – следы вражеских пуль. Пострадал и главный католический храм Варшавы – костел святого Иоанна Крестителя. Во время Варшавского восстания в 1944 году было уничтожено все внутреннее убранство храма. Едва уцелели фрагменты стен. На этой стене кафедрального собора сохранилось свидетельство нацистских преступлений. Это часть гусеницы немецкого танка, который повалил несущую стену церкви. От нанесенного ущерба крыша собора рухнула. Людям, вернувшимся в разрушенный войной город, его возрождение оказалось нереальным. Поначалу местными властями рассматривалась идея оставить руины старого города в память о кровавой войне, а столицу Польши перенести в Лодзь или Познань. Но вскоре было создано бюро восстановления столицы под руководством профессора Варшавского политехнического университета Яна Захватовича. Именно он настоял на том, чтобы старовка была возрождена в историческом облике. Кроме фотографий, примером для восстановления стали также картины итальянского мастера Бернарда Беллотта, придворного художника последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. Каждое здание отстроенного города хранит особенную историю. К примеру, вот этот дом с голубями. Каменные птицы на фасаде символизируют память о жительнице старого города, госпожей Казимере, которая до войны кормила множество голубей у своего дома. Женщине удалось пережить войну, и она одной из первых вернулась в разрушенную Варшаву. На руинах собственного дома она продолжала кормить голубей. Главной идеей польского архитектора Яна Захватовича стало не просто воссоздать старый город, но и наполнить его жизнью. Каждое старое новое сооружение должно было служить школой, государственным учреждениям, рестораном или домом для жителей Варшавы. Это рыночная площадь Варшавы, сердце старого города. Сейчас, как и до войны, это место наполнено жизнью. Здесь множество туристов, ресторанов, бегают дети и назначают встречи влюбленные. 77 лет назад люди из всей Польши приезжали, чтобы отстроить свою столицу. Они, засучив рукава, день за днем разбирали завалы, а потом кирпич за кирпичом строили новые дома. Ушло на это 8 лет. Это очень быстро, чтобы город восстал из руин. В 1980 году старый город Варшаве был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО, как один из немногих примеров почти полной реконструкции города. Гордость жителей Польши и память на многие поколения. Здесь заканчивается старый город. Это стены и врата, которые служили выездом из города. Они также хранят память об ужасах войны. Здесь мы видим фрагменты того, что осталось от стены после войны. Старые готические кирпичи. А вот это уже новые, надстроенные. В завершение нашей исторической прогулки хочу сказать, что вижу сходство между событиями, которые выпали на судьбу жителей Варшавы, тогда и тем ужасом, с которым сейчас сталкиваются жители украинских городов. Но я искренне верю, что война в Украине скоро закончится. Дети снова вернутся за школьные скамьи. На детских площадках будет звучать смех. А жители Украины отстроят свою страну, как поляки отстроили Варшаву в свое время. И Украина, как Феникс, восстанет из пепла.